Да что, блять, происходит-то, сука? Там сдох, что ли, кто-то, я не понимаю Ой, а реально, что ли? Ой, ну это рядом, да А что произошло? Это рядом где-то Что, блять Нападение В аптеке кто-то напал на кого-то CVS, короче, ну CVS это аптека Короче, нападение Драка У банов, сказали, не, не, не Что, ебануться, что ли, это не я Вот Дааааа, я в ахуе Стоп, стоп, досмотри до конца Lowstim Market это торговая площадка Где бот проверяет каждый аккаунт На работоспособность, а также Собирает актуальную о нем информацию Сделка пройдет гарантировано честно А если возникнут какие-то проблемы То на каждый аккаунт имеется как минимум 12 часов гарантии Ссылка в описании Недавно откнулся на ютюбе, чувак стримит ИРЛ стримит, и он на машине катается по городу И вот по таким вот событиям В городе приезжает И снимает это все в прямом эфире Всякие преступления, блять События, криминал какой-то Но у него там есть какое-то оборудование Которое отслеживает переговоры полиции Пожарных машин И так далее И отслеживает адреса И катается на машине Туда-сюда, рация типа того Это регально? Блять, естественно Тут есть целое приложение, которое тебе показывает Все события, которые происходят Вот, открываешь карту Вот, видишь Желтые и красные точки Это, соответственно, в данный момент Какие-то события, которые произошли Типа преступления, пожары, аварии И так далее, и тому подобное Помимо этого В этом же приложении Доступен список Видишь лица Это преступники В основном насильники Убийцы Ты можешь посмотреть Где они живут в данный момент времени Адреса их И Если ты откроешь карту Например То показывает их точное место расположения На карте Их адрес Вот И ты можешь посмотреть Как много таких насильников Живет вокруг тебя Возле твоего дома Дай название Ты туда не сможешь Зайти Это только в америке И, соответственно, да Можно отследить Где живут Всякие Вот тут вообще Вот есть район И благополучный Так там, блять Сорить, сколько Там почти в каждом доме Насильник живет Это одна улица На одной улице Каждая вот эта вот Желтая точка Это человек Который совершил преступление Жесткое В основном это Рейп Изнасилование Вот, блять На одной улице Они реально просто В каждом доме Хоть один человек Да есть И ты нажимаешь Типа на точку Вот такую, да Оп И вот высвечивается Описание этого человека Фотография Имя, фамилия Сколько ему лет Какой у него вес Рост И причина Ну да Изнасилование Второй степени Мне за последние два месяца Дважды приходило уведомление От этого приложения Типа Рядом с вашим адресом Появился преступник Типа Ну реально Вот если кто-то рядом С твоим домом Появляется какой-то преступник Серьезный Тебе приходит уведомление И вот мне пришло уведомление Говорит Рядом с вашей локацией Теперь живет Насильник Показывает его фотографию Типа Вот смотрите Он недалеко от вас Живет здесь В этом доме Будьте осторожны И ты вот 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 у меня тут есть Вот Вот Не буду имя фамилию называть Но вот он живет здесь Да Изнасилование первой степени 45 лет ему Живет вот Через Две улицы от меня Потом Потом что тут еще есть Вот с другой стороны Тоже Криминал секшуал Криминал сексуал Акт 3 Не знаю что это значит Ну типа тоже Какой-то криминал Связанный С Чего блять Ничего непонятно Короче Кого-то Это самое Да А женщины есть Самое забавное Что я тут ни одной Женщины не видел Вот Посмотрите Просто блять Вот карта Вот Смотрите Сколько тут Их просто Тьма блять И ты нажимаешь Рандомно Одни мужики Просто А О Беру свои слова Обратно Какая-то донна Что-то я Как называется Приложение А нет Вот и женщина Попалась Ать Попалась Чего блять Содомия Содомия Сек Второй степени Ебанутая блять Что только Содомия Я просто Ну я в этих Вещах не особо Разбираюсь Так ладно А если сюда Ткнуть Александр Моралес Сексуальный Абьюз Первой степени Ой блять Что-то у него Много как-то Всякого разного Моралес Человек-паук Я не знаю Слушайте Может быть С ума сошел Блин Пошел и Так Сейчас скажу Что тут Что это вообще Такое Ебаное Ебаное Блядское приложение Сейчас Преступное Половое Деяние Первой степени Путем Насильственного Принуждения Сексуальное Насилие Первой степени Контакт С применением Насильственного Принуждения Изнасилование Первой степени Насильственное Принуждение Типа по Несколько Статьям Сразу Пошел Вот Живет в таком-то Районе По такому-то Адресу В таком-то Доме Буквально Можно увидеть В каком Доме Живет И как бы Вот у тебя Открытая Карта Вот например Сейчас возьму Еще один Неблагополучный Район Вот например Давайте откроем Гарлем Ебать Вообще Пустого места Почти нет Нажимаем Какой-то Чел Ебать Челу 75 лет Изнасилование Первой степени Дважды Какого хуя Нажал на другого Опять изнасилование Нажимаем на третьего Сексуальный абьюз Первой степени Нажимаем на четвертого Киднеппинг Второй степени Киднеппинг Это что-то Что это Похищение Окей Похищение Потом Содомия Первой степени И потом Изнасилование Первой степени Пиздец Чел по трем статьям Изнасилование Похищение Содомия блядь. Я-то урод. И они все на одном районе живут. О, еще одна женщина. Элизабет. Промотинг. Проституцион. Подожди, что? Дай я тебя переведу. Пропаганда проституции первой степени. Человек мне... Пропаганда проституции первой степени для человека, у которого был 11 лет. Я-то урод. Элизабет. Ватафак, нахуй. Берем этот же район, эту же улицу и, например, еще раз ткнем рандомно в кого-то это что такое? Попытка совершить сексуальное насилие. Челу 56 лет. Ватафак, нахуй. Так это отсидевшие? А вот тут-то я пока не понимаю, блядь. Это или отсидевшие, которые теперь живут по этому адресу, или это просто типа те, кто сейчас сидит в тюрьме, но зарегистрированы по этому адресу. Хуй знает. Честно, я хз. Вот еще один. Денис, кстати, зовут. Денис. Сексуальное насилие первой степени. Контакт путем насильственного принуждения. Короче, я не знаю почему, но тут 99% это насильники. Тут просто ты нажимаешь все, все, короче, насильники. В основном. И все мужики. Буквально. Ну, женщины тоже попадаются, но у них в основном какая-нибудь там другая тема. Вот опять какой-то мужик. И что у нас тут? Что у нас тут? Насильственное прикосновение? Насильственно прикасаться к сексуальным, интимным частям другого человека. Давайте откроем Брайтон Бич. Тоже есть, кстати. Артур! Артур, что сделал? Подожди, Артур на Брайтон Бич. Ну-ка. Незаконное наблюдение. Использовать устройство формирования изображений для незаконной цели. Типа, скрытая съемка? Слежка? Видеозапись? Шпион? Нихуя себе, бля? Ты там что, на Путину что ли работал? Так, а кого там еще? Станислав какой-то есть еще. Станислав. Что у нас Станислав сделал? На Брайтон Бич. Наличие сексуальных возможностей ребенка в меньше 16 лет. Ой, блядь. Чё? Наличие доступа для просмотра. Подожди, не понял. Он занимался вот этой темой с ребенком и еще куда-то транслировал? Ебать, что, сука? Пиздец. Я в ахуе. Еще недалеко от Брайтона какой-то майк, но это явно не русский. Сексуальное действие в отношении ребенка. Да блядь, ебаный нахуй. Вы что, гоните, что ли? Короче, вы поняли, блядь, что происходит в этом приложении. И еще здесь теперь появилось как в GTA San Andreas, короче. Вот такая херня. Это карта поделенная по районам и типа здесь показывает, видите, цвета. Вот. И можно, например, посмотреть в каком из этих районов, например, за один месяц, за три последних месяца случилось преступлений. Вот, например, на Брайтон-Бич за последние три месяца было совершено 170 преступлений каких-то. Точнее, просто преступления. 170 штук за последние три месяца. И вы такие, типа, сколько? Ребят. За последние три месяца 170. Давайте откроем неблагополучный район. Открываем неблагополучный район. Район. Гарлем, предположим. И мы видим, что там за последние три месяца было совершено две с половиной тысячи преступлений. Вот есть Брайтон-Бич, где 170, а есть Гарлем, где две с половиной тысячи преступлений за три месяца. Да. Или Бронкс. Бля, ну Бронкс это большой район. Тут я даже не знаю. Он поделен на разные небольшие части. Да, ну вот центральный район Бронкса тысяча. Тысяча преступлений за последние три месяца. Вот так же тут открываешь, соответственно, тебе показывает цвета вот эти вот. Ну прикольно, чё. Есть хорошие районы, где там 30 преступлений. 20, 18. Вот. Поэтому как-то так. Но тем не менее, типа, у каждого человека есть к этому доступ. Любой может посмотреть, сколько преступлений совершается. Какие именно. Какие люди тут живут. Что они совершили. Ты всё это можешь отслеживать, видеть в прямом эфире. Буквально. Тебе постоянно приходят уведомления, если рядом с тобой что-то случается. Какое-то преступление, блядь. Ограбление или ещё что-то. Вот такие пироги. У тебя на районе 110 преступлений. Эээ. Эээ, блядь. В то же время стрёмно ты смотришь, а вокруг тебя живут какие-то насильники. Реально. Тебе приходят уведомления с фотографией чела и говорят, теперь тут рядом с тобой живёт насильник. Такое-то имя выглядит вот так. Рост, вес. Вот теперь живи с ним. Вот, кстати, вот это приложение, которое я вам сейчас показывал, которое в Америке, оно бы сейчас очень помешало в России. Вот так заходишь, а у тебя показывают, где, блядь, чувака Вагнер бывшие живут. Или бывшие зэки, блядь, которые из войны вернулись. Открываешь карту, тебе пишет, там, Вася Петров, блядь, долбоёб, насильник, убийца. Повоевал в Украине, там ещё людей поубивал, вернулся обратно, живёт нахуй на соседней улице, обходи стороной этого долбоёба. Вообще было бы супер. Но, эй, всё скрыто, ничего не понятно, кто где живёт. У нас право на защиту личной жизни работает, у нас таких приложений не будет, увы. Так здесь тоже такое есть. Почему они не в тюрьме? Подожди. Они опасны для общества, точка, не переживай. Губанов, майор Бугов вас всех защитит. Возможно, те люди, которые отмечены здесь, они уже в тюрьме, или всё ещё в тюрьме. Просто показано то, где они зарегистрированы и где они потом будут жить. Я не знаю, как это работает. Просто учитывая, за что их осудили, да, было бы странно, если бы они были на свободе, я не знаю. Редактор субтитров А.Сёмкин